Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Давайте скажем чисто гипотетически, вы секретарь по транспорту в Соединенных Штатах Америки. Это важная работа. Но чем вы целый день заняты? Ну, это легко, так как у каждого секретаря по транспорту есть только две задачи, две ключевые задачи. И независимо от того, что вам рассказывают, ни одна из них не связана с системным расизмом. Первая задача — это цена дизельного топлива. Дизельное топливо делает перевозки возможными в нашей стране. Практически все, что вы покупаете в Америке, приезжает на дизельном двигателе. Весь парк грузовиков ездит на дизеле. Так же, как и каждый грузовой поезд в Соединенных Штатах. Так что если цены на дизель слишком вырастут, то перевозки, а у нас есть секретарь для этого, прекратятся. Цены почти на все станут недоступными. Так что инфляция напрямую связана с перевозками, а перевозки напрямую связаны с дизелем. Ключевым для американской экономики оказываются цены на дизель. И вы это знаете. Вашей второй задачей как секретаря по транспорту была бы внутренняя авиация. Это огромная страна, слишком огромная, чтобы не иметь доступных коммерческих рейсов из одного места в другое. Бизнес зависит от авиации, так же и семьи. Они всегда на нее рассчитывали. У Америки лучший авиасервис в мире. Самолеты прилетают вовремя, и они не падают. Так что поддерживать такую систему авиаперевозок, наверное, важнейшая задача для Транспортного министерства Соединенных Штатов. И это все, о чем бы вы переживали как секретарь, дизель и авиация. И примечательно, что менее чем за полтора года при Джо Байдене оба этих вопроса, цены на топливо и авиаперевозки, пошли вообще не в том направлении. Цены на дизель дошли до самых высоких за всю историю. По стране рост в среднем на 70% только с прошлого года, уже 5,53 за галлон. Это ужасно как для водителей, так и для вас. Это значит, что вы платите гораздо больше за все, что покупаете. Смотрите. Здесь, на Ай-70, множество грузовиков едут через всю страну. Но существенный рост цен на дизель, с цифрами, без конца идущими все выше и выше, бьет жестко по ним. Тратишь гораздо больше, так как, делая ту же работу и километраж, тратишь гораздо больше на заправке. Так что, если ты пользуешься чем-то или одеваешь что-то, то так или иначе это связано с грузовиком. Так что покупаете вы дизель или нет, рост цен влияет на ваши товары и услуги. Так или иначе ты платишь за это. Цена на галлон дизеля выросла почти на доллар только за первый год президентства Байдена. Это был наибольший рост более чем за декаду. Почему это происходит? Ну, потому что Джо Байден дает этому произойти. Это намеренно. Это следствие его запрета на внутреннее производство энергии, а особенно его безумной войны против Владимира Путина. Войны, которая выгодна обеим партиям, но которая разрушает США. Байденовские санкции на Россию были особенно контрпродуктивны. Возможно, вы помните, как в феврале Байден пообещал уничтожить российскую экономику. Пусть нищают! Конечно же, в отместку за назначение Трампа президентом. Так что же дальше? Через четыре месяца произошло противоположное. Рубль крепче, чем в восемнадцатом. Спасибо, Джо Байден. У России самые большие в мире запасы золота. Тем временем в нашей стране даже бензин не по карману. Оу. Так значит, случилось противоположное предсказанию Джо Байдена. Какие же его объяснения? Ну, извините. Это деяние Божье. Я ничего не могу поделать. Смотрите. Мы в ситуации, когда... Ну, знаете, из-за войны на Украине цены на бензин и еду очень высоки. Сейчас многое происходит, но идея, что мы сможем, ну, знаете, по щелчку, снизить цены на бензин... Это уж точно не в ближайшее время. То же самое касательно еды. О, и мы ничего не можем. О, но вы могли бы подтолкнуть к окончанию военных действий на Украине, которую Байден самолично продлевает. Вы можете заставить вашу марионеточную Украину сесть за стол. И Россия, и Украина хотят этого. Единственная причина продолжающегося конфликта — это Белый дом, заставляющий его продолжаться. А потом, кстати, вы бы еще могли прекратить закрывать трубопроводы, прекратить запрещать бурение. Конечно же, Байден этого не планирует, это слишком поможет Америке. Вместо этого он молит Венесуэлу о нефти, а потом молит саудитов. Разве недавно Соединенные Штаты не были энергонезависимы? Да, но теперь мы умоляем диктатуры продать нам нефть. Но ее не хватит. Главы индустрии предупредили о скорой нехватке. «Я бы не удивился, увидев ограничения по дизелю этим летом на восточном побережье», говорит Джон Кастематитис, глава Объединенной перерабатывающей компании. Цитата, «Прямо сейчас запасы низкие, и мы можем увидеть нехватку в следующие месяцы». На что это будет похоже? Это будет ужасно. И опять же, это пойдет на пользу России. Даже Нью-Йорк Таймс была вынуждена признать это на этой неделе. Цитата, «Китай и Индия могут быть защищены от дремени высоких цен на нефть, так как Россия продает им со скидкой». Россия стала второй по поставкам нефти в Индию. Каким образом это хорошо для США? Нет. Наоборот. Это катастрофа. И это первый кризис, который, как ожидается, секретарь по транспорту будет контролировать. Нам не по карману бензин, а у России столько нефти, что она продает его со скидкой нашему глобальному оппоненту, Китаю. Выглядит нехорошо. Но это только один кризис на столе секретаря по транспорту. Второй — это внутренняя авиация. Она стала полностью недоступной. Пробовали недавно куда полететь? Это как путешествовать по Индии в 85-м. Вы без понятия, самолет прилетит или улетит, никто вам точно не ответит, и ничего с этим не поделаешь. Все разваливается. И любой, кто пытался полететь куда-нибудь, особенно в эти выходные, скажет вам об этом. С пятницы мы видим уже 2500 отмененных полетов внутри и за пределами США. Дельта, похоже, больше всего винит погоду, воздушный контроль, персонал и рост ковидных случаев. FAA сообщает о нехватке персонала в своем центре по контролю полетов в Джексонвилле. Одному из самых загруженных. В заявлении говорится, погода, конечно, фактор, но персонал. Вот проблема. О, проблемы с персоналом. Интересно, почему? Может, Джо Байден заставил авиакомпании уволить работников, которые не захотели его неэффективный укол? И система развалилась, не хватает людей для управления ею. Авиакомпании больше не обеспечивают полеты вовремя. Угадайте, что делают богачи. Вместо починки системы они обходят ее, они летают на чартере. Согласно последним данным о доходах чартерной компании Вилсап, у них было 6300 постоянных клиентов в марте 2020-го. Эта цифра почти удвоилась до 12400, и это не только у Вилсап, это тренд по всей индустрии. Согласно данным, предоставленным аэропортами о частных джетах, в апреле 2019-го было всего 389 тысяч чартерных рейсов в стране. Еще раз, апрель 2019-го, в апреле этого года более 475 тысяч. Потому что все стали богаче после локдаунов? Нет. Потому что если вы можете сесть на чартер вместо обычного рейса, то вы сядете. Но если не можете, то удачи вам добраться куда-либо. Вероятно, вы проведете лишнее время в аэропорту. За первые три месяца 2022-го главные авиакомпании сообщили о росте уровня отмен на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го. 50% роста! Молодец, Джо Байден! За первую четверть этого года Министерство транспорта получило более 13 тысяч жалоб на работу авиакомпании. Это на 330% больше, чем за первую четверть 2019-го. Это катастрофа. И теперь не только сложнее добраться вовремя, вы еще и за билет заплатите гораздо больше. Средняя цена внутреннего перелета туда-обратно более 400 долларов, что на 70% больше, чем в январе этого года, когда цена была 236. И на 40% больше, чем в прошлом году, когда средняя цена была 288. Это цены на топливо. Авиакомпании вообще-то убирают маршруты, так как по ним невыгодно летать из-за высоких цен на топливо. Еще раз спасибо, Джо Байден. Джет Блю закрыл 27 маршрутов этим летом, в пик сезона. Дельта избавилась от 100. Итак, что же секретарь по транспорту, Пит Бутиджедж, делает? Лихорадочно пытается это исправить? Нет. Их единственная забота — лихорадочно работать над повесткой равенства. Итак, обязательная вакцинация создала бардак в авиакомпаниях, не спася ни одной жизни. Теперь администрация требует, чтобы авиакомпании нанимали меньше белых пилотов и меньше диспетчеров, так как это реальная проблема. Ведь цвет кожи как-то связан с авианавыками. И компании делают это. Юнайтед объявила, что 50% пилотов компании будут, цитата, «с женщинами или не белыми» за следующую декаду. Почему вам важен цвет вашего пилота? Как это хоть с чем-то связано? Никто не объясняет. Но Нью-Йорк Таймс в восторге от этого. Они только что опубликовали эту триумфальную статью, цитата, «конец белым мужским кокпитам», которые, видимо, так плохо работали. Еще раз, никто не объясняет, почему вам должно быть дело до расы и пола вашего пилота. Всем важны их навыки, кроме Нью-Йорк Таймс и Белого дома Байдена. Кстати, в то же время Белый дом делает все возможное, чтобы держать цены на топливо высокими. Байден толкает Европу перестать покупать русскую нефть. Это месть за избрание Трампа. Но эффектом будет гарантирована высокая цена нефти на международном рынке, а значит и высокие цены для вас. Это не случайно, они специально это делают. Это новая зеленая сделка, которая не прошла в Конгрессе. И секретарь по энергетике Дженнифер Гренхольм, та, которая владела акциями производителей электрокаров даже после назначения на эту должность, вышла и в открытую признала это. Чего мы хотим, так это убедиться, что обычный гражданин получит доступ, сможет позволить себе электромобиль, где вам не придется переживать о ценах на бензин. Но мы пока не добились этого. Итак, что Пит Бутиджер, секретарь по транспорту, делает с этим? Но в ноябре он сказал американцам в сельской местности, беднейшей части нашей страны, идти и покупать электромобили. Купи Приус, хоть он и стоит более 50 тысяч. И в том же месяце он напомнил нам, что хайвэи расисты. Цитата. Если пролет был построен так низко, что автобус, перевозящий преимущественно черных и пуэрториканских детей, не мог проехать, то очевидно это отражает расизм, который привел к этим намеренным решениям. Расистские дороги. Назовете одну? Нет, конечно нет, но он этим одержим. А недавно секретарь по транспорту рассказал нам об одной вещи, которая снизит цены на топливо. И увеличит количество авиаперевозок. Конечно же это аборты. Вот он 1 июня, больше абортов. И в конце концов мы как страна поняли, что способ решения этой очень сложной проблемы это доверять женщинам. И через 50 лет это было выброшено в окно. И я считаю, что перед нами еще больший вопрос сейчас. Дожили ли мы до высшего уровня прав и свобод в нашей стране? И сейчас видим движение в обратную сторону. Итак, этот парень не секретарь по абортам или правам женщин. Это секретарь по транспорту, который говорит вам про аборты, по теме, которая никак не связана с ним вообще. В то время, пока наша транспортная система разваливается на части, и это не преувеличение. Он занят посещением политконференции и рассказыванием вам, что реальная проблема это Верховный суд, руководящий абортами. Пит Бутиджадж это позор. Он не соответствует минимальным требованиям должности. Он должен уволиться. Как минимум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok